Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, присутствующие гости и остальные. Продолжаем нашу дискуссию. Сегодня мы решили поговорить на интересную и волнующую всех тему. Вот как в Сибири жара придавила всех, так вот жара политическая придавила и весь наш народ, и всех людей, кто хоть что-то думает, пытается размышлять. Мы предлагаем такую тему поговорить. Вот Александр Бадягин, известный блогер, все, кто работает в интернете, в фейсбуке, там Саша известный человек, занимается политическими блогами. Предприниматель Бердский, у него позиция такая, он сторонник того, что называют сегодня крутых мер, введение войск на Украину и так далее. И такой, ну, такой, хорошей основной такой помощи, которая была бы конкретной. Я представляю еще один предприниматель, Павел Березиков, тоже предприниматель. Он неплохо разбирается в вооружениях. И я координатор Новосибирского отделения изборского клуба Евгений Петренев. Я буду не то, что защищать, моя личная позиция может быть близка к позиции Александра. Но я буду на противоположной точке зрения пытаться объяснить ту ситуацию, которая сегодня создается. Почему Россия не ввела войска? Почему Путин прекратил действие разрешения ввода войск через Совет Федерации? Ну и так далее. Попробуем разобраться с этими темами. Александр, это я, наверное, вам к первому дам слово. Почему занимаю такую позицию? Началось активное вмешательство различными средствами, военными, политическими, так сказать. Ну, в основном. Вели дела, возили вмешательства. Ну, как бы активно. Там были Майданы, там активно шло там. То есть мы проигрывали политически. То есть это сейчас, как бы, мой ТС. Мы не вмешивались, мы проигрывали. То есть ситуация ухудшалась. Мы вмешались, ситуация радикально изменилась. То есть пошел патриотический подъем, как бы, внутри России. В итоге там прошло присоединение Крыма. Там начались события в Луганске, в Донецке. То есть и как бы вся ситуация повернулась в пользу вдруг резко России. И несмотря на то, что несколько лет до этого, как бы, все шло полностью, как бы, против нас. То есть, ну, итогом чего случился этот Майдан и приход, так сказать, украбандеровцев, так сказать. К радикальных, вообще, радикальных антироссийских элементов к власти политической на Украине. То есть мы не вмешивались, было плохо. Мы вмешались, стало лучше. Соответственно, потом, после этого, значит, когда произошли все эти события в Луганске, в Донецке, мы опять перестали вдруг, там, какого-то числа, ну, в интернете очень четко, там, Кашин говорит, 15 марта, 15 апреля, вернее, начался слив, так называемый, Новороссии. То есть когда прекратилось вдруг, ну, то есть когда вот эти настроения, что мы сейчас присоединим Донбасс, там, так далее, так далее, пойдем, там, вплоть до Киева, ну, какие-то такие, я в благосфере даже, какие-то настроения такие, вдруг все это сменилось, ну, вот эта позиция сменилась, что ТОН сменился, все заметили, там, на каналах центральных, что, то есть, на невмешательство. То есть как только произошла такая позиция, вдруг ситуация, вот эта политическая, снова вернулась, вот, как бы, на год назад. То есть снова получалась такая ситуация, что, как бы, Россия опять начала политически проигрывать Путин, опять попал. Ну, почему мы собрались здесь? Да, да, да. Давайте аргументы. То есть, ну, аргументы, аргументы. Почему надо, вы считаете, вот, введение вот в поиск, почему нужна такая мощная вооруженная помощь? Первый, внутрироссийские. То есть это решит, решит, укрепит позиции не просто власти, а солидарности в обществе, самая главная. Забава к Крыму. Да, самое главное. Мы не вводим, мы не вмешиваемся, даем возможность Порошенко с Турчиновым разгромить, там, уничтожить повстанцев, там, лидеры Пушилин, там, или кто, в Губрифу ездит в Москву. То есть там установится диктатура жесткая, там, либерально-фашистская, скажем. Далее. И что там будет, основного момента? Какая они поведут политику? Получается такая ситуация. Россия кашу заварила. То есть начнется какая пропаганда? Россия кашу заварила. Русские, значит, сбежали лидеры, там, или их убили. Ну, неважно. Предали, в общем, предали, так сказать. Да, предали. Национальный интерес и интересы братского народа. Да, ладно, братского народа. Разрушена инфраструктура. Кто будет платить? Русские устроили, русские сбежали. Отвечать не хотят. Ну, значит, пойдут иски какие-то в суды, там, и так далее. То есть почему? Потому что, ну, там, не знаю. Начнут собираться доказательства вмешательства. Скажут, то есть, ребята, у вас тут кадровые сотрудники ваших спецслужб каких-то, или там, не кадровые, они тут там устроили диверсионную... Чтобы доказать кадровую работника спецслужбы, это... Нет, это не без проблем, это надо доказать. Нет, ну, начнется какая-то работа. Это невозможно. Конечно, начнется. Она и сейчас идет работа. Но они же не могут пока ничего заказать. Но суть в чем, что и начнется воспитываться поколение, опять. То есть, активная промывка мозгов, что пришли русские, тут все разрушили. А так как экономика будет разрушена, действительно, к тому моменту... Ну, вот, я не знаю, я пришел к власти, допустим, какой-то человек, не Порошенко, Коломойский пришел. Не знаю, кто-нибудь, не знаю. Медведь, ну, кто, не знаю, любой. Тимошенко пришла. У нее экономика в хаосе. Что делать? Ну, вообще, как консолидировать, например, тяжелую ситуацию? Ну, можно начать войну за кругом. Но я бы начал. Да, понятно, что они при любом раскладе, они будут играть на неприятии к России, они будут играть в интересах Запада, в интересах США, и они будут играть их, быть их игрушкой в руках, в руках все-таки американцев. Правильно? В любом раскладе, хоть при таком, хоть при таком. Короче говоря, какие варианты? Ну, вот я в интернете почитал, не моя мусс, военный там, а страну не буду называть, достаточно известный. Он пишет, нанесение неприемлемого урона войскам хунты. Вот, в его понятии, что это такое. То есть, на данный момент, это где-то неделю назад было, до одной, то есть, единовременно, какой-то массированный удар в одном месте, психологический эффект какой-то, то есть, он пишет, чтобы погибло, ну, как бы урон какой-то, или создать видимость, что погибло, то есть, до одной тысячи солдат, 21 лет, ну, китай, ну, то есть, я не военный, не эксперт, здесь вертолётов, сломать волю, и тогда переговоры реально станут возможными, то есть, создать, ну, с кем-то, ну, сейчас, с коломойским, потому что реально же, кто колом, то есть, ну, не пропорционный, то есть, сломать, я так понял, волю хунты, так сказать. Да, 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 то есть, нанести им какое-то неприемлемое ущелье. Да, 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 это неприемлемый ущерб, так сказать, да, это термины, термины из стратегических, скажем так, вооружений, да, это, грубо говоря, конец любой войны, так сказать, да. То есть, вот он предлагает такую войну, то есть, это так, то есть, какой-то такой резкий, переломный момент, и начинаются переговоры с теми, кто реально управляет делами. Почему Коломойский? Он сейчас владеет Одесским портом. Одесский порт – стратегическое место для жизнеобеспечения Донбасса, там, почему? Потому что, там, вот этих предприятий, оттуда ведется луда, то есть, на эти, сырье, на эти предприятия. По-моему, с кого объявили уже практически вне закона. Нет. За военные преступления. Нет. Кто с ним будет вести переговоры? Ну, с кем-то. Только с кем-то, надо ли? Кто, 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 кто реально контролирует? Да, и кто кого объявил. Кто, кто, кто реально контролирует, а не контролирует. Как не бывает. Объявивших объявят, завтра могут объявить, те, кто объявил, объявить, так сказать, в розыск, понимаете? Вот вопрос какой. Кто объявил? Есть два? Наши следствующие комитет. Вот, вот, это отдельная история. В этой ситуации, так сказать, в общей картине, так сказать, наш следственный комитет, извините, попадает, так сказать, ну, как... Он же наш, и кто собирается выходить на переговоры с человеком, который объявлен в федеральный розыск? Да. Международный розыск? Да, но его поддерживают весь мировой, так сказать. Да он никому не подчиняется, как не Коломойский. Он же сказал конкретно, я не буду выполнять никаких условий перемирия. Ну, нет, это где-то официального такого заявления не было, чтобы вот он пошел, так сказать, в пик президенту. Ну, нет, может быть, где-то, ну, нет, неформально, неофициально, может быть, где-то он такой допустил, такое, так сказать, да. Журналисты вытащили это, так сказать, да, и для жареных фактов вот это все раскручивают, что вот Коломойский сказал, они к нему не подчиняться, так сказать, да. Я думаю, что... Но это же реально есть, что его ребята, они практически продолжают атаковать, ведь все... Нет, я уверен, что у каждого есть его Ахметова, и у того, у всех есть его ребята, которые никому не подчиняют. У этого очень много их, и они более профессиональные, и по всем данным, он там номером 2 идет в тандеме с Порошенко, и как же дублер с Порошенко. Мы сегодня видим, объявляется это перемирие, но перемирие соблюдается только то, что никто не ведет активных наступательных действий, а обстрелы продолжаются, и обратная сторона сбивает вертолет сегодня, значит. Ну, то есть, продолжаются боевые действия, продолжаются, но без наступательных действий. Нет, ну, как бы... Безактивно. То есть, вот я считаю, моя позиция, что... Вот это и есть у них перемирие. То есть, моя позиция... Да, да, почему? Целый ряд. То есть, мы растягиваем... Александр предлагает нанести неприемлемый военный ущерб. Ну, то есть, да, какой-то такой-то... Да, переломи, переломи ситуацию. Переломи ситуацию. Я, потому что, вот, в данной ситуации может длиться очень долго, Россия заботится, будет очень много денег. Еще есть предложения. Нанести неприемлемые. Еще есть предложения. Другие. Я хотел еще кое-что услышать. А, еще прямо конкретно по... Может быть, действия спецслужб, там, поставка вооружения, там, что-то, ну... Ну, поставка вооружения, ну, какие они там, представьте их условия. У них, я не знаю, есть у них штаб оперативное планирование, вообще все, которые координируют действия в Луганске, в Славянске, нету. Они только, да, они только пытаются что-то создать. Вот именно что, нету. Так надо им помочь, это, и там что-то там помогает. Специалистами, помочь оперативному управлению. Очень мощно помочь, да, очень мощно помочь, но неофициально. Ну, неофициально. Это же не говорится о том, что нанесение ущерба прилетели... Да вообще, если помочь, то скрыто. Да, самолет, что с российским... Правильно, чтобы об этом никто не знал. Но помочь, но помочь. А сейчас не помогают. Ну, почему вы так решили, что не помогают? Точно. Ну, а почему нету тогда вот этого? Почему это не делается? Я не знаю. Подождите, Стоп, тогда что-то... Мы об этом не должны знать. Во-первых, да, это что-то сказать. Это какое-то развлекательное мероприятие, о котором должно быть всем... Нет, нет, я не говорю о том, что готовится или еще что-то. Нет, ну, скажите, фактически. Ну, фактически, это украинская не летает, так сказать, да? Вот мы знаем. Вот, это что-то значит на самом деле, так сказать. Нет, это значит, что помогаем. Слово. Неизвестно, что помогаем. Появился разговор, что там какие-то танки появились, так сказать. Да. РСЗО появились какие-то, так сказать. Ну, Павел, я все это знаю, я тоже читаю. Суть в чем, мысль-то моя, что это растягивается во времени. То есть мы помогаем, но недостаточно. То есть вот мы не обладаем психологически. Я абсолютно вас, так сказать, да-да-да. Надо подвести тогда, видимо. То есть вот представь, что вот мы сидим в наемнике Коломойске. Завтра их перебьют, просто выходите в общем, скажешь, что да, и некому будет помогать. Остатки наших перебьютов. Да, да, да. И это конкретно отразится и на престиже руководства страны, и на престиже вообще России, и на состоянии народной психологии народа. Вот сегодня все просто взвинчены этими ситуациями. Правильно, Саша? Ну, это да. Это страшный урон. А теперь представь, что сидят там вербовщики эти Коломойского или просто боевики, да, вот, сидят Днепропетровские там. У них ушла какая-то часть туда. И тут приходит точная информация, там ушла достаточно значительная часть. Ну, 100 человек, например. Все этих 100 человек убиты, короче. Вот точная информация. 100 убитых, фотки там, ну, им как-то там, каким-то каналом, какой-то блогер, им там четкая линт конкретно. Представляешь, какой там будет эфир? Это тебе не сбили там, не там, восьмой, девичей погибло. Акцию устрашения устрашения. Можно рассуждать с такой точки зрения? Я перезвоню. Вот смотри, кто заказчик вот такого варианта развития событий? Это понятно, что Россию всеми силами толкает вот именно на то, что ты сейчас предлагаешь? Нет, не понятно. Вот тут Третьяков сказал, позавчера он, я записал. Виталий Третьяков, да? Да, он сказал, а почему американцы создательно поставили нерешительного Порошенко, а не Тимошенко, например, решительного, которая бы 100% там начала жестко все делать, значит, Порошенко выгоден США больше, чем другие какие-то варианты. То есть, ну, он-то такой вариант какой-то. То есть, смотри, Порошенко, он как бы прорусский, да, он такой, у него связи в Москве, он такой, он идеальная фигура. И, ну, какая-то... Они же могли американцы хоть кого поставить, там выборы были фальсифицированы. Они не поставили туда конкретное лицо, которое может взять власть в свои руки. Они поставили туда лицо, которое не может взять под контроль. А для того, чтобы дальше этот конфликт продолжать. Вот, вот, чтобы он растягивался. Чтобы растягивался. А России надо его закончить. С какой целью его растягивать? Для того, чтобы Россия ввязалась все-таки в него? Нет, мы и так уже ввязались. Ну и так уже ввязались. И тратим деньги большие. Нет никаких доказательств. Так мы, ты не понимаешь, я говорю экономически, мы там уже, сколько там пришло беженство, и придет еще помощь, да? Нет, ты не понимаешь, мы уже несем урон экономически, Россия, очень большой. Конечно, мы будем нести дальше. В этом и смысл этого всего дела. Что? А ты хочешь сказать, что при нанесении этого удара, когда Америка толкает нас в удар, ты считаешь, что вот эти экономические уроны закончатся? Неприемлемый ущерб. Да, то есть неприемлемый ущерб Россия наносит, после этого не включаются никакие международные институты, ничего, никаких... Нет, это понятно, про санкции, все это ясно. Да санкции это одно, а ты думаешь, американцы не будут ответные меры производить? И они открывают тогда полностью поставку вооружений, поставку технику, испытаний всех своих новейших супер-пупер технологий и вооружений. Почему? Они создавали годами высокоточное оружие и сверхскоростное, где-то же испытать надо, но почему бы не здесь, а чем не полеграно сейчас? Ну и дальше не испытываем. А чем не полеграно? Новейшие эти дроны, которые они наработали там в Пакистане, почему бы здесь не поиспытывали? Нет, они начинают... Я начинаю массированную поставку вот этих вооружений, которые у них миллиарды, триллионные... Кому они висят просто? Кому они начинают поставить? На Украину. Вместе со своими специалистами, которые и так там работают. Вот смотри, мы же говорим, нанесение неприемлемого ущерба для подрыва вообще духа сопротивления вот этих боевиков. Понимаешь, если мы исходим из того варианта, что всем этим действием управляет все-таки Госдеп... Я не управляю, что сейчас они там всем управляют. Ну, спецслужбы, Госдеп, но все-таки идет управление... Короче говоря, то есть сейчас, вот то, что я сейчас вижу... Нет, нет, смотри, то, что я сейчас вижу, что Москва пошла делать ставку на Порошенко. То есть, на что он там про русский... Я, по крайней мере, вот передачи там Шевченко стал втирать вот эту тему, что... Какие-то договоренности пошли. Да, что вот я считаю, что это неправильно. Вот, мы с тобой что видели 2 мая, когда Путин, помнишь, перед референдумом в Донецке, да? Что он попросил в Луганске? Он попросил... Ребята, подождите пока с референдумом, помнишь? Было такое, да? На сессии там в БСЕ, да, или где там в Швейцарии. Он сказал, подождите, подождите пока с референдумом. И сказал, что движение к выбору этого Порошенко, вот как ты говоришь, правильное движение. Вот Путин две такие вещи сказал, за что его там чуть не порвало благосверить. Да, да. Правильно, помнишь? Помнишь? Я ничего, никаких оценок производить не буду, но я просто говорю, что после этого последовало. После этого последовало неподчинение. То есть, если бы Москва управляла этим процессом в Донецке, то есть, по идее, ребята должны были бы сказать, ладно, хорошо. Управляющий центр просит пока повременеть с референдумом. Для того, чтобы что-то подготовить, мощнее какие-то действительно провести организационные мероприятия, для того, чтобы создать какие-то организационные структуры для управления этим регионом. А потом уже что-то проводить. Хорошо. Они не послушались. Хорошо. Они дали понять Москве, что они тоже им не подчиняются. Понимаешь? Ну да. Что они ведут свою игру. Согласен? Ты когда-нибудь видел, что Кремлю нравилось те, кто ему не подчиняется? Я такое никогда в истории не видел, не помню. Я даже не совсем понимаю, что такое Кремль. Кто там, кто там, кто там. Нет, ну скажи. Кто там, кем рулит? Российская власть. Российская власть попросила, а их практически сказали, нет, мы вам не подчиняемся, мы будем делать сами. Ну, кстати, вопрос, поставленный на референдуме, был очень, ну, какой-то он не актуальный, не убедительный. Не убедительный был вопрос, поставленный на референдуме. Вот там, наверное, надо было не такие вопросы ставить. Все-таки действительно продумать. Уходим в сторону. Давайте. Я предлагаю сейчас что? Саша, позиция понятна? Значит, ваша. Смотри, вот еще. Я помогаю. Последний аргумент. Олег Циринович что сказал? А-а-а. Три дня назад. Это когда он в Средине Федерации поступил. Что? Украина переходит на военные рельсы. Экономика Украины переходит на военные рельсы. Это его слава. Разумно он сказал. Танков. Сто дней назад там были сколько? Какие сто дней назад там? Месяц назад у них там было сколько? Сто танков. Ну да. Они разморозили все. Сейчас триста. Да. Все эти базы. И все это разворачивается. Разворачивают, их ремонтируют, запускают. Аргументы за вмешательство, за неприемлемый ущерб. Было, слышно, да. Ну вот. То есть техника уходит. Не аргумен. По-моему, очень сильно аргумен. Ну, если у них дальше будет продолжать вот такими темпами рушиться экономика, то долго они свои танки не преремонтируют. Так, они не хотят. Ты пойми, вот я так думаю. То есть они же политики, они вертятся на сковородку. То есть на жареную. Если у тебя все плохо и нет вариантов каких-то, ты должен устоять. У тебя есть четкий враг. У тебя есть мощность, как бы как запустить это все. И у тебя есть запасные аэродромы, куда потом убежать. Так надо делать. То есть они будут делать. Хорошо. Все, Саша. А зачем нам ждать войну? Зачем нам ждать? Зачем наши парни поедут туда умирать? Если мы сейчас можем долбануть. Ну, допустим, вот мой вариант. Можем долбануть конкретно. Четко. Убить там тысячу человек. Четко. Разослать им туда эти фотки этих убитых. Четко, чтобы это было все снято. Хорошо, я услышал. Значит, я хочу предоставить слово Павлу, который неплохо разбирается. Очень неплохо. Я технически не представляю. В технических вооружениях и во всех. И попробовать, Павел, наверное, сделать какой-то анализ. Вот с чем мы можем столкнуться при таком варианте событий? При каком? Что мы нанесем неприемлемый ущерб? Что мы можем в ответ ожидать? Ну, во-первых, когда вопрос остается о неприемлемом ущербе, подразумевается какой-то конкретный субъект, со всеми присущими конкретно этому субъекту или виду этих субъектов характеристиками. Украина сегодня представляет нечто, так сказать, новое образование. Они сами не знают, что они из себя представляют. Все у них впервые и вновь, так сказать. И армия украинская тоже впервые и вновь. Поэтому говорить о том, что мы нанести на Кремлям ущерб, так сказать, да, в принципе, так сказать, нет смысла, потому как где у нее ущерб у этой, у этой, так сказать, полумилитарного образования, так сказать, да. Да, на чем оно основано и где у него чего растет, так сказать, да. Вот, начнем с этого, так сказать. Да, поэтому неприемлемый ущерб, так сказать, да, здесь сложно. Ну, то есть, наносим коломойским каким-то отрядом там или за каких-то? Конечно, конечно. Они сами не знают, где у них ущерб, а где ущерб, да, 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 да. Да, да, да. Вот. Поэтому, как бы… Зорвать все? Да. Значит, вопрос, вмешивалась Россия, не вмешивалась, так сказать, да. Да, это тоже очень такое, так сказать, официально не было там ни одного русского солдата, кроме как Крыма, ввиду того, что, так сказать, там всегда мы были, присутствовали по всем договорам международным, так сказать, да. Вот. Поэтому, когда они начинают говорить, русские в Крыму, да, они всегда были в Крыму, елки-палки, они всегда, так сказать, да, какие-то… Да нет, это все понятно, я согласен. Вот. Оперативная там служба у них ведется, так сказать, да, они же не на весе сидят, поэтому они всегда там были. Вот, значит. Что бы я еще хотел сказать, значит… По системам вооружений, которые могут противостоять и с нашей стороны, и если мы ввязываемся в такую вот заваруху, что можем мы ожидать со стороны Запада в качестве помощи реальной Украине? Даже не помощи, а Запад. Я считаю, Запад конкретно развяжет войну против России руками вот этой вот псевдо-армии украинской и своими вооружениями новейшими. Вопрос вот, как я видел. В принципе, не в этой ситуации. Что мы можем сделать образом? Мы до сих пор не поняли, с кем мы воюем. Они сами 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 сделали. В конце концов, я так думаю, что если все же влазить туда, грубо говоря, с кулаками, да, вот, то очень-очень-очень-очень надо десять раз подумать, так сказать, десять раз подумать. Вот. Ну, они сейчас и думают десять раз. Они уже подумали и решили не влазить. Мы это уже видим. Только становится хуже. Александр говорит, что становится хуже и что решение принято неправильно. Вот еще один вопрос. Есть такой момент. Подождите, вот смотрите. На сегодня, так сказать. Да, да. Становно хуже, почему? Ну, люди просто там умирали. Подождите, подождите. Смотрите. Мы что, мы имеем так? Хуже. Вот смотрите. Хуже скажут телезрители, что сволочи какие-то проведения были. Понятно. Это самое первое. Мы сейчас придем. Вот смотри, хуже и хуже. Но на Донбассе восемь миллионов. Воюют полторы тысячи. Это да. Мы продавали. Где они? Да. Где они? Кого вооружать? За кого? А завтра эти полторы тысячи перебьют и эти восемь миллионов скажут. А тут вообще так случится. Случай был, когда ополченцы приехали на шахту. Это знаменито. Они там раскрутили в Киеве. Короче, экспроприировали. Забрали, короче, КАМАЗы. Наши? Да. С гуманитарной помощью, которая была. Ну, там неизвестно. В общем, преподносится Киевом так, что приехали ополченцы, забрали КАМАЗы и шахтеры выступили против ополченцев. То есть, такие тоже уже случаи были. Они как бы там… Ну, оно не исключено, между прочим. Так вот, где эти восемь миллионов шахтеров, так сказать? Да. Шахты уже не работают тоже. Да. Шахты не работают. Восьми миллионов шахтеров нету никаких, ничего нету, да? Ну, там восемь миллионов общего населения. Ну, хорошо. Ну, бог с ним. Шахтеров миллион-то точно есть. Ну, да. Восьми миллион даже полмиллиона человек, мужиков, значит… Да. Там просто… Вот за вот это вот, за этот аргумент идут очень… Павел, битвы такие. То есть, одни говорят, что вы тут на нас напраслено возводите, они все тут как бы хотят воевать, но нет у них оружия. Нет оружия, да. Это все верно. Несомненно. Такие системы, когда, так сказать, тяжелого вооружения, чтобы с ними бороться, в основном требуются подобные, подобные, подобные с подобным, так сказать. И вот тут основной вопрос… Узнать истину, действительно. …туда. То есть, потом разные люди, которые туда ездят, говорят разные. Павел, вопрос можно? Я понял, Саша. Вопрос, значит, я все-таки добиваюсь ответа на что имеет Россия, допустим, в авиации на сегодняшний день. Что оно? В неприемлемый удар, с чем можно навести? Авиацией. Ну, пожалуйста, имеем такую возможность. Значит, имеем такую возможность. Какие бомбардировщики, какие стремители? Наш чекалский завод, пожалуй. Су-34. Милое дело. Сама точно оборудован капитально. Сама, да. Да. То есть, это фронтовой бомбардировщик. Который, значит, что может… За Уралом взлетит, выйдет туда, так сказать, на малой высоте, где-нибудь спрячется за рельефом местности. И будет два часа там прятаться, так сказать, в воздухе. Он стоит, да. Ну, собственно, да, 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 да. И будет ждать, пока его кто-нибудь позовет оттуда, так сказать. Может, зрители не видели, а я видел, как у нас здесь с Су-34 выбрался из облаков, встал вот так вот на месте и стоит. С таким грёвом. Ну, просто, смотри, по факту. Ну, как вариант. Ну, как вариант. Ну, я же… Да. Имеет договоренность, с кем воевать. То есть, есть там группировка. Славянцы. А ты, Т-50 истребительный? Ну, нет. А он на вооружении. Собственно, сегодня пока что еще экспериментальный самолет. Экспериментальный самолет. То есть, он еще… О, его еще далеко. Да, 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 да. Он новорожденный еще. Я почему говорю, что… Ведь западцы… Они же так считают, что они воюют с Россией. Это же правда. Они все считают, что они воюют с Россией. И они считают, что там в Донецке это русская армия. Да. То есть, они уже так считают. То есть, настолько… Да что нам терять-то, они так с нами воюют. Ну, это ладно. Я и не предполагаю, что считают… Нет, а запад пускай доказывают, пускай доказывают, что… Да ничего не будут заказывать на тебя с высокоточным оружием в космос, на улице. Нет, нет, это не может быть. Нет, Женя, это не может быть. Я не думаю. Американцы на это не пойдут. Россия. Доказывают. Почему не пойдут? Да. На ядерную войну. А почему я угроза ядерная? Почему ядерная? Разговор идет о том, что они создали такие системы… А почему, Дали, почему ты считаешь, что ядерная война… Тактическое ядерное оружие… Смотри, поставили… Это сказал… Это сказал не я. Это сказал… Сейчас я скажу, кто… Это сказал… Да подожди, а для чего и вообще не нужно ядерное оружие американцев. Они могут нас без ядерного оружия искать… Нет, так вот, слушайте… Слушай, это был такой… Без ядерного оружия… При Ельцине… Вот такой разговор… Зачем нам ядерное… Когда в Югославии всегда была заваруха… Рассказывал Шохин, по-моему… Кто-то из либералов рассказывал… Ну что… Он рассказывал… Вы стали такое не сделать… Типа, что они сделали в Югославии? Ну, Шохин – это понятно, там, вхож там… Или кто-то из них… Шохин, по-моему… Он говорит, ну как же, у вас же ядерное оружие… Ну, никогда… Ну, то есть… Это было ещё тогда, когда у нас всё было зашибись, когда мы полностью под ними были… Это… Они никогда не пойдут на угрозу с ядерной стороной, которая имеет ядерное оружие, когда может по ним хоть одна ракета прилететь до какого-нибудь Гонолу… Они будут поставить… Украинской этой псевдоармии… Они так… Тактической… Я не поставлю… Никогда… Никогда не поставлю… Я вот точно не поставлю… Жень, ты американцев не знаешь… Нет… У меня много знакомых американцев… Да нет… Это деталь… Подожди… Нет… Существует, так сказать… Международная организация… Нет… Ребята… Существует объединённый… Есть объединённый штаб ядерного планирования в НАТО, так сказать… Туда входит каждая тварь по паре… От каждой стороны там есть представители, так сказать… Да… Вот… Больше того, так сказать… Носители ядерного оружия имеют… Не весь НАТО… Вот из всех 26 стран, так сказать… Да… Допущены к нему… Всего лишь, значит… Пять или шесть… Ныне вот допустили поляков туда недавно, так сказать… Несколько экипажей… И выделили для этого дела туда… То есть Украина не допущена… Да я… Да и в НАТО-то её нет, так сказать… Да вы что… Какое… Это самое… Больше того… Даже ядерное оружие… НАТО-вское, так сказать… Да… Лётчики только лишь как… Ну то есть… Как пилоты… Вы считаете, что даже по всей организационной структуре… Этого быть не может… Это аргумент… Нет, конечно… Нет, конечно… Ядерное оружие… То есть… Ядерную войну… Ну а высокоточное оружие… И сверху зубовое… Вот… А вопрос, что мы… А они… Они только этим могут раздавить… Наши вооружения… Бить нас, так сказать… Общими… Так сказать… Конвенциональными системами оружия… Да… Вот… Понимая… Помятуя о том, что у нас есть только… Нет… Вы не понимаете… Это очень серьёзный вопрос… Я почему так просто это всё объяснил… Я, может быть, на твоей стороне… Я просто ищу контраргументы… Нет… Всё… Мы тут… Что вы можете мне противопоставить в этой ситуации… Как вы можете обойти… По поводу чего… Смотрите… Он говорит, что наше ядерное оружие ни о чём не говорит… Мы можем только столкнуться… Реальными средствами вооружения… Нашими… И то, что имеет Запад… Мы можем столкнуться с этим… А Запад начнёт подставки… Стоп… Стоп… Или она станет президентом… Ну и что… Ну и что… Она начнёт войну за Крым… Да и этот начнёт войну за Крым… Ну вот… Да чего мы будем ждать войну за Крым… Когда они… То есть мы будем ждать внезапного удара… Подождите… Стоп… Подождите… На посольство нападают… Бегают… Там по границе… Стреляют… Пуляют… Там… Таможенника чуть… Мы заехали… Уже… Провокации конкретно проходят… А ты не думаешь… В реальном стиле… Как всегда проводились провокации… Всё… Ты сказал свой момент… Я тебе говорю свой момент… Давай… Я тебя жду… И в средние века так же… Я считаю… Что эта вся политика направлена не на… Прямую войну… Или конфронтацию… На которую бы они если бы хотели… Поставили бы Тимошенко… Она бы там… Ну я понял… Ну… Тимошенко… А они идут… Вот у меня такое ощущение… Что Тимошенко… Вообще уже неадекватный человек… Ну они… Поставили бы один раз… А может быть… Они не стали читать… Столько красиво теряется… Вяжется в такую… О вопрос… Вот это вопрос… Я согласен… Тут несоизмеримо… Несоизмеримо… В принципе… Нет… Так может быть… Нет… Я вам говорю… Вот такой вариант… А вы почему его не рассматриваете… Что… Они… Сделают такую воронку… Серую зону… Вы представляете… Вы с чего решили… Что они не хотят идти… Вот почему у вас такая уверенность… Саша… Почему они хотят идти… Потому что я считаю… Что если бы они хотели идти… Вот этот Третьяковый момент… Хорошо… То они бы поставили… Радикальных… Не торопились… Если бы они… Не подгоняли ситуацию… Они бы подождали годик… И тихой сапой… Так сказать… Добились бы всего своего… Да… Без вот таких вот… А чего бы они добились… Через год… Ну… Перевели бы того же Порошенко… Только без всяких майданов… Вот… Может быть еще и с большим… Электоральным перевесом… С гораздо большим… Электоральным перевесом… Нет… Порошенко… Через год… Да… Официально… У Ленуковича год осталось ему… Да… Ну вот… Видите… Они пошли на все… Да… Во все тяжкие полезные… Лишь бы ускорить процесс… Какой? Процесс чего? Процесс… Именно вот… Противостояние экономическое… Даже когда… Мы же понимаем прекрасно… Даже когда они так сказать… Улыбаются… Да… На самом деле так сказать… Да… Это бульдоги под ковром… Вот… Поэтому мы прекрасно понимаем… Что… Экономическая борьба… Идет всегда… Всегда… Не переставая… И только когда… Невозможно так сказать… Решить не военными способами… На… Сцена выходит так сказать… Маузер… Короче… Не знаю… Вот смотрите… Я сейчас ехал… Читал статью… Костикова… Вячеслава Костикова… Сегументов Харков… Это бывший… Пошел в наш Ватикане… Известный… От которого… В свое время… Да… Бородин его выбросил… Ну или Бородин… Да… Известная личность… Видимо очень узких кругов… Вот… И вот он тоже против ввода войск… И я смотрю… И как бы… Он там это все очень правильно аргументирует… То есть… Да-да-да… То есть… Я предлагаю… Не в водках, ребята… Нет… Я не Костиков… Я вот свое вижу… Может быть кому-то это… На сегодня ситуация… Да… Очень сложная… Мы очень многого не знаем… То-что… Как вы остановили стрелять образно… Ну так… Массово… Это уже о чем-то говорить… Значит… У нас есть какие-то аргументы… По крайней мере… Чтобы их остановить просто… Да… Потому что… Волгубарев говорит, что они остановили… Так или иначе… Подождите… Так или иначе… От Порошенко пошло… От Порошенко пошло… В какое? Ну… Остановить… Оно пошло… От Порошенко… От Порошенко… Какой бы оно ни было… Не подчиняясь… Но оно пошло… Да… Вот… К чему это приведет… Вопрос второй… Но фактом… Что они согласились… Значит… Мы нашли какие-то аргументы… И они могли сказать… Ребята… Мы завтра… Разнаем всех… И нам ваши переговоры не нужны… Понимаете? Но есть еще такая версия… Вот Женя ему сказал… Почему договорились… Я знаю… Что там в Ираке… У них… Программа… Давайте я скажу… Можно? Мое… Мое… Я вот недавно… Буквально неделю назад об этом сказал… Помнишь? Да… У меня было немножко другое… Я предполагал… Что наши добьются в ООН… Каких-то… Для себя преференций… Допустим… Введение бесполетной зоны… Или создание миротворческих сил… Мандат на это дело… Из-за чего? Из-за того, что произошло… Такое… В Ираке… Что… В принципе… Переворачивает… Весь Ближневосточный расклад… Однимly… Во發現… Согидывают… Магетètей эта… ВомG материн… Л Sort… В этом я уже… Посидела sodas… Л are… Однажды… В чём… Думаю… Мы используем… Сомму… Магетчин.. информальная… acer… иракской нефтью что с аудитами он договаривается как тоже с большими игроками на нефтяном рынке американцы это почувствовали потому что россия сыграла очень большой плюс свою сторону именно с экономической точки зрения можно это говорю мы не знаем я предположил еще неделю назад и вот пошло что порошенко дал вот этот вот как бы первый миротворческий такой позыв он ни слова не скажет без команды с вашингтона ни слова понимаете это оттуда идет не ну несомненно вообще раздают карта америка на сегодня это основная игру то она затеяла то есть какие-то договоренности между на верхами американскими и российскими произошли мы не знаем мы можем только предполагать я связываю это с событиями в ираке что вот хохлы остановились фирму пытается остановить и может быть даже остановит может быть через какое-то время потому что возможно на них окажется давление но мы не знаем о чем договорить за другого что чисто прагматически таскать да они вот это нынешняя вот это вот так сказать клика да почему я опять хочу сказать что видите американцев время против них играет они торопятся они торопятся да и вот всем всяческим способом пытаются таскать создать там мало-мальские армии вот почему я хотела опять же воевать нам все но придется с ними таскать да другого прошу как как бы да видите сейчас все настолько взаимосвязано что вот видите мы сами говорю что ирак влияет на украину таскать да сирия тем более таскать да это вообще 22 фитиля дамы глобальные события в мире влияет на все да все это взаимовиде как играет глобальный бизнес да взаимосвязано таскать вот поэтому я думаю что что ведь существует американцы же почему никто не говорит допустим да вот там демилитаризованной зоне примеру таскать да и существует такой вариант таскать да международный он опробирован таскать да то есть это определяется территория да на которой таскать запрещено появление лиц с оружием с любым примеру да независимо от старого вот но так действует на самом деле мы могли бы примеру пойти на это таскать да вот они сейчас там примеру делу я думаю возможно сейчас добиться чего-то такого вот как вариант как вариант да вот то что сказать в этом вам предлагали грубо говоря неприемлемый ущерб им поскать сказать и нанести таскать урон не приемлемой да украинцам какой я наверное он подразумевал грубо говоря там часу никто какой-то там львовский танкоремонтный завод там на 8 танки восстанавливает датам харьковский харьковский да 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 какие то лиционные предприятия это сказать технику Возврат пошел. Возврат ВВТ, отремонтированные, восстановленные войска начался у них. Но тем не менее, все равно у этих источников, где эта техника появляется, их не так много. Лиц, которые ей занимаются, еще не так много. И ненадолго, я думаю, все это у них запустилось. Ну, не знаю. По крайней мере, после развала СССР по объемам ВВТ, военной техники и вооружения, хохлы забрали Украину. Давай называть Украину. Украина, да, да, да. Выражаться наоборот. Согласен, прошу прощения. Они забрали больше, ну, из всех. Вот после России им досталось больше всего. По самолетам вообще они были в свое время самая летающая нация, так сказать. В 90-м году ни одной страны в НАТО не было, чтобы на одного жителя было столько, так сказать, военных самолетов. Мы им вообще половину, и они потом порезали же половину. Ту-160-момбардировщики половину порезали, там осталось, сколько мы забрали у них, остатки, так сказать, штук-10, наверное, да? А больше у тебя вообще им отдали, они в Полтаве где-то стояли, так сказать, да? Ту-22 Бигфайра М3 порезали. Больше половины, 95-медведи у них были. Тоже там мы забрали у них, что осталось. То есть они сами порезали с футиху? Американцы даже специальные машины подготовили. Коттерпиллер сделал специальные приспособления, чтобы наши маронировщики ломать, так сказать. Это я точно знаю. Ну, поломали. Да, но, допустим, Су-24, к примеру, так сказать, да, они их оставили. У них, наверное, после развала... Су-24? Да. У них штук-200 оставалось в Украине. У нас штук-1000 где-то было в СССР. Вот, наверное, 200 осталось в Украине. И сейчас, ребят, на пригодных, я не знаю, сколько там осталось в Липецк. Ну, а на сколько это серьезная техника, Су-24? Да это наш Чикалский завод, да вы что? Конечно, это серьезная техника. Это самолет-солдат, на самом деле. Это военная машина. Не служить, а воевать. Знаете, американская техника для того, чтобы служить на ней. Ну, это то, что там и летал. Вот, над Приматорском, над Славянском, это Су-24 летали, бомбили, да? Ну, он был... Наносили удары ракеты. В то время это был самый массовый самолет, так сказать, наш. В Луганске? Да, даже в России. Ну, там Су-25, вот, который в Луганске маленький, это Су-25, да. Су-24, это евро-стратегический бомбардировщик, так его даже иногда крестили раньше. Бомбардировщик все-таки был? Это бомбардировщик, да. Бомбардировщик, да, бомбардировщик. Су-25, это истовительный. Это штурмовик. Да, да. Это ударный на Су-24, ударный самолет. С Варшавы, по Лондону мы собирались бить по Лондону. С Варшавы до Лондону. Вот у него была задача. Да, да, да. Он, кстати, до сих пор у нас в Калининграде стоят, они, так сказать. Они, да, и то же направление. Ну, то есть, вы утверждаете, что украинцам пока воевать есть чем? Да, да. С каждым днем у них все больше и больше. Ремонта, ремонта, процесс запущен. Восстановление техники. Видимо, какие-то деньги, там, экономические, там, какие-то вливания делают. И у них пока вот этот процесс идет. Идет, идет, идет. Какой-то, мы же знаем, как Гитлер, когда у нас пришел, да, план Барбаросса, когда сбили вот этот удар, и министр финансов, этого, Рейха, пришел к Гитлеру, наябре сказал, да, сказал, слушай, парень, мы уже отвоевались, экономически мы не выдержим. Это даже, это даже в Рейхе, это даже Гитлер, после чего он его убрал, начал воевать дальше. Но он ему предрек проигрыш в войне сразу же после московских событий. И я почему-то пример привожу. И также они тоже запустили удар какой-то, пока они могут с чем-то воевать. Мы видим, да, кто даст такие гарантии, что они долго продерживаться на этом. А завтра им могут дать? Могут дать, да им ничего не дали пока, и не дадут. Нет, оружие могут дать. Оружие, не деньги, а оружие. Дают оружие. У Коломойска откуда деньги приведут? Могут дать оружие. Именно у оружия одно назначение. Откуда? Ну, видимо, какие-то идут движухи. Он, как тебе сказать, он же финансирует очень много. То есть это ясно, что не его деньги у него столько нет. Он столько не даст. Смотрю, прагматичнее. Ребята, я смотрю, прагматичнее, да. Может быть, это кажется, так сказать, ну, может быть, это покажется слишком… То есть завязывается экономическая война все-таки между Западом и Россией? Да я вот боюсь, как бы не экономическая, а как бы не… О чем вы речите сегодня? Вот Саша предлагает неприемлемый удар, и завяжется и физическая война. Да, я вот уверен, что на физическую войну не пойдут. Вообще, почему не пойдут? Ну, Соединенные Штаты. Блок НАТО. Ну, понятно. Подождите, стоп. Вот это вот опять же, это уже теперь вот тоже моменты. Блок НАТО и Соединенные Штаты – это тоже теперь вещи несколько… И сегодня Европа с Америкой как бы пошла. Да. Американцам, чем хуже будет в Европе, чем хуже будет в Европе, тем им лучше. И Европа это стала понимать наконец-то. А Европа, опять же, только в лице, так сказать, немцев, итальянцев, так сказать, ну, такие маноматери. И французов. Короче говоря… И французов на сегодняшний день. Ну, может быть. Присоединяется все-таки… А почему ты этот тезис не хочешь как бы рассмотреть там, ну, не знаю, что они не хотят… Вот я не представляю себе… Французы вошли в комитет дядерного планирования, они лет десять там не были, отсутствовали… Как сказать, что вот они начнут… Ну, то есть, я думаю, что это такая форма… То есть, вот как… Многие тут говорят, там, типа Жеремосква даже… Что эта форма такая просто… Они заходят на этот рынок, на газовые, они нас оттуда вытесняют… Что это такая форма вообще экономического опускания России. Такая… Очень… То есть, они вот это… Они не хотят войны… То есть, это блеф такой… Они не хотят войны… Ну, вот их… Они кидают туда… Это как бы… Дровишки в костер… А мы будем перегорать в этом костре… Как бы такое… Знаешь, как… Конечно, мы не будем американцев считать… Все… Псаками… Правильно? Там что-то, о чем-то думают… Хорошо… Кто-то меня еще не… То есть, американцы жесткие ребята… То есть, они… Мы для них… Как сказать… Фрагмати… Да… Они как бы разжали такой костерок… И мы там будем… В нем… Наши денежки сгорят, как бы… Они убирают конкуренты, как бы… Не конкуренты, а как соперник… Ну, правильно… Свою инстанцию грязь надо продвигать… Да… Им не надо… Я не думаю, что им надо война… Вот я не представляю себе… Обаму, который пойдет еще на одну войну… Он это… Чейни ему про это сказал… Кто только ему не сказал… Что ты будешь дурак… Он прямо так и сказал… Чейни, что это достающий бедный… Президент, который начнет войну… Тем более с Россией… Нет, подожди… Тем более с Россией… Я… Я знаю… Я знаю… Как они это будут избирать… Объяснять… Ну… Саня, честно говоря… Вот твои аргументы о том… Ну, подожди… Я еще не… Америка не вяжется в противостояние с Россией… В случае, если Россия нанесет какой-то удар… Меня эти аргументы как бы греют… Но я не уверен в их обоснованности… Почему? То есть… Основное… Вот… Если бы я… Если бы начальником был я… Там вот в этих… Госдепартаменте… Или где… Где они против этих… Своих… Они же ведут эту работу… Или в Китае… Там против России… Ну… Я бы не стал никогда… Посылать там какие-то парней… Или летчиков там… Сюда… Наших парней там… Да… Погибать… Если можно устроить вот такую тягомотину… Использовать… Краховку… Пушечное мясо… Тут именно… Но они говорят… Маскали и прочее… Использовать… Пушечное мясо… И потихонечку… Пусть это Россия… А мы… И этим… Саш, я говорю о том… Что они конкретно сейчас… Провоцируют Россию… На развязывание… Вот я не знаю… Не уверен… Не уверен… То есть… Это прям видно… Нет… Я еще раз говорю… Уже идут провокации на границе… Одна за другой… Нападение на посольство… Это вообще… Из ряда вон… Выходящий случай… Который… Просто… Страна обязана… Ввязываться… Обязана… Опять Москва… Не то что молчит… Опять действует… По каким-то… Высшим политическим каналам… Международным… Ну… Это же вообще… Оскорбление уже… Наглое… А вот… То есть… Они говорят как… Путину прижали хвост… То есть… Гангвор… Их там… Бизнес прикрыли… Ввели санкции… Это сработало… Ну… Путин действует… Как очень-очень… Осторожный… Очень осторожный… Политик… Система… Созданная… Политическая система… Международных отношений… Там… Система безопасности… Служб… Они просчитывают… Очень многие ситуации… И… Похоже… Просчитано то… Что… Ввязываться… Вот… В такую… В такую… canceledную политику… Просто нельзя… Потому это… acabou… Аргумент… Опять же… Нехов сказали… nuestros связали… Мы сейчас… Нехов… Хотя… Я же сразу сказал… Что… Я просто, этот аргумент произношу… Мне тоже больно на все это смотреть. Страшно больно. Понятно. Просто у либералов... Конечно, если бы Россия нашла аргументы международные там все и нанесла бы вот такой неприемлемый удар сегодня вот этим вот взорвавшимся боевикам, хунте, ну я бы как человек просто ураза кричал, потому что ну смотреть на это страшно. Вот я все же думаю, что... Еще у меня потом будет было, давай. Я все же думаю, что в принципе, вот как я думаю, допустим, да? Я думаю, что как бы надо все же потихоньку перенимать и американский опыт, так сказать, да? И вот они почему сейчас, так сказать, у них единая перспектива в 2020, так сказать, да? Или joint force, так сказать, единые силы в 2020, это у них концепция такая, так сказать, да? И в них в этой концепции все, так сказать, да, на информационное обеспечение. Информационное обеспечение в чем подразумевается, так сказать, да? Что, собственно говоря-то, у них... А, да, кстати, они вот последние, вот в последние войны уже, так сказать, да? Вот что в Ираке, что в Сирии, так сказать, да? Американский солдат вообще стал полицейский, собственно говоря, выполняет полицейские функции. Вот. А пехотные функции выполняет местная шантропа, вот такая вот шушера, вот которую сейчас сделали на Украине. Вот, вот они с нами будут воевать, вот они сейчас вот эту шушеру пытаются, так сказать, втянуть туда наши войска, ну, имеется в виду кадровых солдат наших, так сказать. Какие-то спецсилы, понимаете? Какие-то спецсилы наши. Не, ну, спецсилы, они, во-первых, всегда, так сказать, присутствуют везде, да, 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 и они никогда же, мы их не сможем поймать за ручку, так сказать, да? Это крайне редко, когда ловят спецсилы за ручку, да. Вряд ли они бестоявления. Конечно, а вы думаете, я тоже всегда говорю, вы что думаете, сюда приедут американские агенты, так сказать, с бейджиками, так сказать, да? Нет, конечно, это будут половину знаете, так сказать, ну, вот, так вот, что смысл, так сказать, да, вот, как это делается в Америке, да? Они долго переговариваются, долго переговариваются, почему у них вот силы спецоперации, так сказать, да, силы психологической операции, да, силы информационного обеспечения, посмотрите, у них, собственно говоря, военных, так сказать, да, уже кто с автоматами, их все меньше и меньше. А как раз количество лиц, которые... Посмотри, Паш, как они хитро делают. Они делают частные фирмы военизированные, которые наносят вот эти... Да, но нет, нет, это еще отдельная история. Нет, я вам говорю, прям в структуре армейской, структуре, в армейской, так сказать, да, они, почему, это очень, на самом-то деле, это революция в военном деле, она как раз и находится именно вот в этой плоскости, как бы, да, информационного обеспечения. В общем смысл-то какой, да, они как вот, допустим, в Ираке-то они воевали, да, вот из того, что есть, так сказать, да, они выходят на УКВ с командиром там подразделения, к примеру, батальон, да, выходит специалист информационных операций и говорит ему, Саид, мы знаем твоих детей, где они живут, мы знаем твоего дядю, так сказать, который в Турции у тебя живет, так сказать, мы знаем все про тебя, да, мы знаем, что у тебя проблемы с деньгами, так сказать, да, вот у тебя счет в банке, вот там. Вот. Устраивает тебя это? Не устраивает? Все, они так и рэпик взяты. А мы еще знаем, твой дядя живет на той стороне Багдада, понимаешь? Вот сейчас позвоним, его больше нет. О, тут ему звонят, ему говорят, да, вот два часа тому назад воронка осталась, водка, вот это информационное оружие, понимаете? А они могут и другие варианты приложить, ты понимаете? Ведь мы не знаем, что у нас в правительстве творится, так сказать, ведь мы же, да, у нас в свое время... Мы не знаем, мы тут сидим, как положено. Да, 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 вот это вот, что там творится. То есть не военные способы, как бы, да, военные способы, они только в самый последний момент, то есть как завершение, только вот, понимаете? А все должно быть не военный, soft power, мягкая сила, как бы, да, вот они действуют только так. Поэтому военное, это военное применение сил, так сказать, да, это конечное, это уже когда нет других вариантов, так сказать, да, но и они считают, американцы все же, так сказать, да, вот, апологеты информационной войны, так сказать, они считают, что если ты все же расчехлил кобуру, так сказать, достал пистолет, грош тебе цена, значит, что-то у тебя неправильно пошло, да? Да, вот как они, допустим, наши вот самолетами, да, вот их, они там 20 лет уже, не сколько лет, 15, они пытаются... Это вот очень сильный был аргумент, на Кавказе отразилось, вы их... GSF, вот они пытаются все ввести, этот у них перспективный Joint Strike Fighter, так сказать, да, F-35, он нынешний, так сказать, да, вот они его все пытаются в серию ввести, так сказать, да, он уступает нашим самолетам по ряду характеристик, так сказать, да, вот. Вот, и главному, я забыл, главный инженер, который курирует вот эту всю программу, так сказать, да, уже вот лет 10, наверное, он второй там, вот, ему спросили, говорит, ну а что будет, если ваш F-35 все же выйдет, так сказать, ближний бой с русским, там, Су-30 примерно, да, вот, с вектором, с управляемым вектором тяги, так сказать, да, на что он ответил. Вот, по-другому, говорит, вы знаете, если такое произойдет, значит, мы концепцию, чтобы они правильно посчитали, концептуально, вот, то есть они не собираются с нашим самолетом выходить на визуальный контакт, вот вопрос, понимаете, вот так и тут примерно ситуация. Поэтому однозначно говорить, что это проще всего, послать туда солдат, так сказать, да, не говорим о том, что послать солдат, мы говорим о том, ну ладно, полетит летчик туда, так сказать, разгрузит, мы говорим об операции, мы говорим о том, ну, когда он полетит летчик, ну, все равно, мы говорим вообще о том, что там, на самом деле, может быть, даже убьют не тысячу, а 300. Вот, а я вам предлагаю, что лучше пусть они сами друг друга перебьют, ведь теория же классическая, лучше солдат тот, который не воюет. Вы правы, вы правы, это все было бы действительно так, я бы с вами согласен, но там, видите, зараза, что на народу там гибнет, вот в чем дело, и чем дольше будет, тем больше будет. Подождите, гибнут пока что, так сказать, единицы, да, при таком населении, вот при 8 миллионах населения, по 5, по 10 человек гибнут, так сказать, да, это, ну, это не такие показатели. У меня на эту тему как раз недоговоренность есть одна. Вот, другой вопрос, подожди, смотри, сейчас мы не даем газ, сейчас у них начнутся проблемы, так сказать, свои там, вот, и вот тогда, когда встанет вся страна, вот тогда можно им помочь. Потому что сегодня, так сказать, да, даже у них нет, так сказать, как-то, субъектности какой-то, так сказать, да, ну, есть один, есть второй, есть третий, одному уже посадили там они сами, Пономарева какого, так сказать, да, ну, а кто, кто гарантирует вам, что завтра борода они посадят? Ну, они мне, смотри, Халмагора, смотри, известие, правильно, Халмагора, смотри, известие, кстати, написал, касательно переговоров, что, чем жестче Москва отвечает, то есть он говорит, смотрите, переговоры начались, но тут это может с твоими, с Ираком переключиться, то есть начались переговоры, когда, значит, по газу жестко, Газпром жестко поставил вопрос ребром, отказался от переговоров, началась эта жесткая какая-то перестрелка на границе, и вдруг пошли у нас переговоры, как бы, вот, то есть, Халмагора постоянно говорит, то есть я с ним согласен, что как только Москва делает какое-то жесткое, жесткое какое-то действие, у нас вдруг резко улучшается вообще вся позиция на переговорной, и наоборот, когда мы начинаем какую-то, какое-то такое... Несомненно, Москва может делать жесткое действие, когда у нее есть обоснование на это, я считаю, что обоснованием появился конфликт в Ираке, где Америка... Да, мой вариант такой, вот сейчас я все-таки до конца такой, да, мой вариант такой, что здесь должны работать, прежде всего, так сказать, политики наши, они должны Порошенко говорить, так сказать, с утра до вечера, что, дружок, как бы там тебя американцы не, так сказать, не прикармливали, не обхаживали, грубо говоря, да, ты наш дружок, так сказать, из СССР, и фамилия твоя наоборот... Ну, как в свое время они Януковича, кстати, прикрутили, да, потому что Никуда не сиделся в конь... Януковичем-то, Жень, чем кончилось-то все печально, все сомнительное... Еще не с одним президентом кончится у них печально, у них такая... Да и вообще такова диалектика политической борьбы, так сказать, это было и в средние века так, и сейчас, и завтра будет... Ваш аргумент, доводим ситуацию до ручки, да, короче говоря, экономическую... Нет, не экономическую, нет, доводим, так сказать, до политический эстеблишмент украинский, так сказать, до нервного тика, вот так, всеми способами, регальными, нелегальными, так сказать, да... А чем сейчас и занимаются? Вот, вот и все, да, об этом, так сказать, никто не напишет в газетах, вот, я думаю, что так вот надо делать... Ну и население параллельно, так сказать, тоже уважаемых украинцев, так сказать, да, вот хочу сразу предупредить, чтобы вы тоже понимали, что... Ну, каков вопрос, таков ответ... Собрались жить с фашистами, так сказать, да, ну вот и пожинаете плоды, так сказать, да... Да, 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 подавите фашистов, что они вам хорошего, так сказать, принесут, вот, надоест, обращайтесь, будем помогать... Конечно, что-то очень тяжело говорится, но практически правильно говорится... Нет, ну вот я согласен относительно Харькова, то есть Харьков полностью... Харьков полностью, да, поднял... Да, вот это с этим и Донецкой там... Вот, сложно понять, что там действительно происходит, то есть настроение... Там очень много русских людей, которые понимают, что их выдавят и подчинят, психологически задавят, ну почему они не делают, ну потому что у нас современная жизнь такая... Начнись война, ну, да... Вот именно, что, почему они не скопировались, шахтеры, не его копируются не надо... Великая Отечественная война была при таком высоком моральном подъеме, патриотическом, ты что думаешь, все сразу добровольцами пошли? Ну там сколько призывают... Намного больше, намного больше в то время было, но все равно ведь... Вот у меня вдруг есть призывы, убрали, убрали, убрали в Станецко... Не все билотные, не все билотные занимаются... В сторонниках Ахметова... Абсолютно вменяемый русский человек, в сторонниках Ахметова... Вот нам не надо Ахметов, Ахметов о нас позаботиться... Давайте вот Ахметов, вот за штанским... Он там все сделает... Вот как понять... Другой там человек пишет, вставайте русские, помогайте нам срочно... А другой пишет, вы срочно, все разбомбили... Так вот, видимо, ситуация еще не подошла к тому, чтобы в открытую можно было применить силу... Сказать, что ты прав, ты не прав... Об этом можно я приведу пару исторических аналогий... Я любитель приводить исторические аналогии... Но правда, сейчас копаться не буду в глубокой истории... Совершенно недалекая история... Вспомните кавказские войны наши, чеченские... Вспомните 94-й год, какая была психологическая настроенность в российском обществе... Когда побежали... С Северного Кавказа побежали русские... И начали рассказывать о тех зверствах и ужасах, которые там творится... Вспомните моральный настрой общества... Вспомните этого Грачева, который сказал, да я там полком все задавлю... Да, да, да... Помните вот это вот... И чем это все закончилось... Понимаете? Закончилось это совершенно ненормальным каким-то военным действием... Город трупов русских... Город русских трупов и чеченских трупов... Конечно... Мирного населения... Мирного населения... Мирного населения... Детей, женщин... Которые тоже убивали... Это тоже люди... Пошли горы трупов... После этого... После вот этого настроения, где все говорили... Давайте их быстрее задавим... Теперь слушай главный момент... По Чечне... Основная версия, что валили Грачева... Грачев с его слов не хотел... Вода... То есть Грачев после октября 93-го... Вторая политическая фигура в России... Кровный брат Ельцина... Они кровные братья с ним... Породнились... По общих словам... Он основная политическая фигура... Силовики имеют роль... Коржаков там... И так далее... И в Чечне их просто опускают... Под Сталиной... Да... Раскол элит... Война... Я знаю эти истории... Березовский там... Который вкачал тупо деньги... Я знаю эти истории... А по Крыму... Значит по Крыму... Я еще не договорил второй аргумент... Ты меня перебил... А по Крыму у нас консолидация элит... По Крыму консолидация... По Новороссии у нас снова раскол элит... То есть вот это... По Крыму я бы не сказал, что консолидация элит... Значит... Что произошло... Я даже не говорю о том... Что там стояли наши ООНовские миротворческие силы... Это понятно... Что даже по мандатам... И между по Осетии 2008 года... 2008 год... Почему там так произошло... Там ввели хотя бы через сутки... Но ввели войска и прекратили это все... И почему здесь сейчас нельзя... Разница посмотрите какая... Мало того, что там... Почему там были наши миротворческие силы... С мандатом ООН... Потому что до этого... Южная Осетия... И та же Абхазия... Они с оружием в руках... Отвоевали свое право на независимость... Создали у себя... Организационные структуры... Создали правительство... Выбирали президентов... Пусть там... Не говорят там какой-то президентом... Из криминального мира... Из криминального мира... Они создали уровень легитимности... Своих республик... То есть у них было с кем иметь дело... Это раз... Это огромная разница... И второе... На основании вот тех вот вооруженных конфликтов... Там присутствовали наши миротворческие силы... По которым грузины тоже нанесли удар... Все... Полное международное обоснование... Нашей позиции... И как бы запад там руками не махал... Через буквально через год-два... У них и все... И все они... Они уже сами признали... Что там была полная правота России... Понимаешь? То есть это несравнимые примеры... Я к чему... Правильно вы говорите... В Новороссии пока... Очень большой бардак... С созданием легитимных структур... С которыми можно иметь дело... Это все видят... Почему Путин и сказал им... Еще 2 мая... Ребята... Повременитесь с реверендумом... Разберитесь со своими структурами... Скорее всего... Вот это вот надо было так понимать... Это главное... Это главное... Потому что у них пришли... К так называемой власти... В основном структуры околокриминальные... Вы видели вот эти вот все... Правительство... У них там тоже борьба идет... Околокриминальные структуры... Не все... Были криминальные... Вы знаете... Постсоветское пространство... Оно настолько... С кем там иметь дело... И вот то, что та информация... Которая поступает... Вот именно вот оттуда... С востока Украины... Говорит о том... Что там... Например... Что там... А он ничего не может сделать... Он... Забросил лозунг о создании Новороссии... Но видимо он не может их объединить... Не получается у него... Не получается у него... Я всеми руками за... Всегда был, Саш, ты знаешь... За Олега Царева... Я всегда говорил... Вот единственный человек... Ну не единственный... Сейчас... Да... Именно вот с Украиной... У нас получается... Смотрите... У него... Недостаток в том... Что у него русская фамилия... К сожалению... Может быть... Может... Нормально... Понимаешь... Нет политической силы... Нет политической силы... Нет политической силы... Нет политической силы... И они ее не смогли создать... Они поторопились... Со всеми... Ну... Откуда мы знаем... Ну... Там же еще и противостояние... Там же... Тоже не как это самое... На них начали наседать... Военные части... Они начали... Да... Отвечать... Они занялись сейчас войной... Им может быть некогда было... Я согласен... Это беда... Это не их может... Недостаток... Это беда... И то что они недавно провели... Вот на прошлой неделе... Бородай провел... Там вот эту вот... Присягу воинскую... Единую... Большой... Подвижка была в сторону... И Бородай... Саша... Там... Человек который... Очень... На месте... Но... Тоже не может... Многого сделать... Я так понимаю... Ему очень тяжело... Он пошел... Он вменяемый человек... Пошел помогать... Якобы... Они сейчас говорят... Вот Россия прислала... Да какая Россия прислала... Это тот же самый... Доброволец... Да... Его даже на переговорах... Мы сюда не посадили... Забуду поставили... Типа... Это... Типа нашего... Добровольца... Который пошел... Вот эти вот... Все проблемы решать... Дурацкие... Которыми надо заниматься... По созданию... То есть... Да... По созданию... Правительства... По созданию... Я думаю... А почему бы туда... Не отправить... Какой-нибудь десант... Нормально... Где-то... Другой вопрос... О чем мы с тобой... Вначале и говорили... Что туда... Прежде всего... Требуется... Организационная помощь... Юристов... Да почему... Да... Это самое... Образно... Я о чем говорю... Не-не... Прежде всего... Надо обеспечить... Вот этим людям... Которые там... Воюют... Наши... Отсюда... Добровольцы... Надо им гарантированно обеспечить... Так сказать... Да... Посмертный здесь... Женя... Ты читал... Я про это писал... Вот... Я про это писал... Гарантированно... Железобетонно... Кто-то есть... Добровольцы... Да... Как-нибудь так сказать... Да... А это есть еще одна историческая аналогия... Это Испания... Не... Ну все говорят... Что Испания... Это... Украина... Что это... Ну и то... Ну и то... Это... Ну и то... Параллель... Потому что... Советский Союз... Вынужден был скрытно... Оказывать помощь Испании... В то время как Запад... Гнал... 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 В наглую... Вермахт там отрабатывал свои технологии... Новейшие... Значит технику отрабатывал... В наглую... Мы помогали только... Вот... Как могли... Более скрытно... Все люди которые туда уходили... Они уходили... Инкогнито... Про них никто не знал... И раскрытие вот этих людей... Считалось преступлением... Сейчас они уходят туда не инкогнито... Вообще интересно... Посты пишут в ФСБук... Но... Потом когда они приходили... Их награждали... Орденами... Медалями... Вешали им звезды героев... Значит... И многим посмертно... И конечно они попадали... Все на государство... Это правильно... Вы второй... Вообще... Первый человек... Якобы эту тему... Я ни у кого просто не видел... То есть... Многие же... Это правильно Саша... А я про это и говорю... Никто не пишет... Что их там убьют... У него там... Мама осталась... А у него ничего и тут... А мама... Какой поддержки... Он как будто утонул... В отпуске... Получается... А это... Или машины... Люди идут... Это люди... Смертники туда... Вот именно... Ну да... Вот... Необходимо какой-то... Так сказать... Фонд создать... Так сказать... Вот... Все равно человек тратит свое время... А для этого сейчас... Либералы еще... Их начинают потихонечку... Поливать грязью... То есть... Дескать... Это какие-то там... Ну... Война идет... Война идет... Да... Они значит там... Скрывают... Чтобы вот это вот... Не допускают... Саша... Все тут собравшиеся... Над... Всеми руками... За их... Поддерживают... Вот этих... Силы... Которые воюют... На юго-востоке Украины... За... Это все... Это однозначно... Это поддержка моральная... Вот это сложно... Последние... Те кто все это пишут... Те кто... Говорят... Что это там... Делать им нечего... Они работать не хотят... Поехали туда... Короче... Может быть подведем итог... Давай... Давай итог... Саша... Я признаю... Что... Мы... Обсудили все аргументы... Ну... Не все... Но какие смогли... Насколько мозгов хватило... У нас здесь... Павел привел... Железобетонную... Для меня... Один аргумент... Он... Мощный... Что если мы нанесем такой удар... Действительно... Хотя... Все равно... Он меня подкупает... Хотя... Много мы решить не решим... Хотелось бы нанести такое... Да... Но... Жертвы будут большие... И... Проблема... Как бы... Такая всегда еще штука... Ответственность... Да... Ответственность... Ладно... Мы убьем этих там... Возможно... Возможно... Поднимутся на Крым... Это может быть не подавляющий момент... А наоборот... Они поднимутся на Крым... Во-первых... Смотри... Поверь мне... Они поднимутся на Крым... Во-первых... Там у них... Во-первых... Во-первых... У них армия же тоже сейчас... Как лоскутное дело... Там есть правый сектор... Какие-то спецчасти... Которые были... Которые вновь созданы... Регулярная армия... Так сказать... Призывная армия... Да... И все... Восемь... И все они собраны на одном ТВД... Понимаете... Все взаимодействуют... Так сказать... Вроде как... И вместе... И вроде как... Они все вообще разные... Потому что... Если взять призывника... Так сказать... Из какой-нибудь Донецкой области... Да... У Лопоухова... Пацанетка... Да-да-да... И взять какого-нибудь... Извините... Да... Какого-нибудь... какого-нибудь вот это у нас решающий аргумент понимает каким убивать пацаны зомбированные пацаны но это не значит даже не зомбированных могут просто под страхом раздавила на потом у тебя и не дай бог как сказал царев а стрелять не получается тебе дают автоматами это не стреляя не стрелять не получается а вот может получиться примерно всех уже можно будет израильтяне примеру да они у них развита такое к примеру да когда какая-нибудь подпольная террористическая организация в один прекрасный день так сказать да пропадает вся все активные члены просто нас и исчезли а папа это тоже даже не желает но и второе у нас самым мощным как я считаю водичью который над которым вообще можно спокойно работать и кремлевским структурам и всем вообще возможно кто может как-то повлиять на то что там нет политической силы там не хватает как вот мое мнение конкретно нормальных квалифицированных юристов которые бы сейчас могли бы то есть как все же бумага решает нашему миру к сожалению которые помогли все это законодательно там сейчас оформлять то есть вот есть донецкая республика и луганская ли там какая-то ну чтобы они ведь то есть в правовое поле вводить вот это все что там происходит то есть потому что как всегда бывает где кто-то закрепился юридически карта так она потом и бывает дальше как бы костяк это как скелет да к сожалению и не к сожалению так сейчас полевые командирую власти там т.д. они просто и не умеют ну а нет и них профи тогда нам надо помочь как то то есть то есть им некогда у них там голова другим заняты это надо как-то оформлять понятно люди сами это где-то на него так вот может быть вот это все и происходит сейчас эти процессы они же бог я надеюсь на это я думаю так и есть мне кажется просто вот кремль должен именно кремль государства как-то это помочь вот именно юридически это надеемся надеемся и честно говоря вот так вот вот эти выступления игоря стрелкова что вот нам нет нет помощи никакой а тут самолеты падают границу твоего ну стрелков он вообще в осаде там фирмы с чем когда его ныриде война ведет ребята информация это кажется информацию тоже может вносить вот такую дайму на обязан это делать прошиву цена если он так сказать и если не вносит да и помощь помимо военные вот именно юридическое нужно понятно где еще что же видео стрелков понятно сказать игрушки к ясно пускай да все про него естественно но это самое будет до конца а их профессионально один или же не может быть парочка таких найти там можно остальные то все местные как их вооружать он завтра вообще непонятно черт не будет вот завтра перед ствол перед это самое таскать повернем другую сторону это очень тонкая тема так говоришь прийти там всех перебить не жалю любить проще говорю проще перебить всю эту в хунту фашистскую таскайта это будет дешевле 20 киллеров извините за откровенность таскайта профессионал выявить невменяемых то есть т.д. типа колоннейского вот я туда заступался заступался пытался обосновать вот это самое у самого сердца теперь и вот это вот как раз вот я и говорил о спецоперации ну а спецоперация который однако проводит который не проводит который не проводится даже это вам узычку и вот это информационное обеспечение боевых действий на сегодня да это главное это Это квиртэссенция всего военного дела. Понимаете? Информационная обеспеченность, вы правильно сказали. Да, оно самое главное. Я не так и могу. Не, не, подождите. Информационное обеспечение, смысл какой? Информационное обеспечение. Увязать абсолютно гражданское, абсолютно цивильное отрасли, ткань с военной. Вот, задача, связать это, вот это вот на самом деле, так сказать, искусство. Это искусство, это чистой воды искусство. Мы видим, что кроме стрелка и там, может быть, еще кто-то, но мало таких специалистов там. Неужели Россия не может? Нет, а стрелок, опять же, стрелок, он, 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 подождите, подождите, стрелок, собственно говоря, он как, как пахарь на поле, да? А где, извините, а есть же где-то ведь есть еще и агроном, где-то есть, так сказать, и там, зоотехник, животновод. А, извините, пахарь-то, он просто выполняет какую-то роль, так сказать, узкий, узкий круг задач. Просто это, представьте бы, как облегчило. У него большой сильно круг задач, которые он умудряется как-то оттащить один. Просто это бы так усилило переговоры. Без поддержки, естественно, без поддержки круга не можно. Это бы так усилило наши переговорные позиции. Те, кто ведет диалог с Москвой, у них там все нормально, деньги там, еще что-то там. Те, кто не ведет, ну, вдруг что-то с ними случается. Все мы недовольны тем, что... Саркома легкого... Американцы вот сейчас в Южной Америке так и загоняют всех, посмотрите. Вот это странно, действительно, почему это не делается. Мы всеми недовольны тем, что... Павел специалист, он понимает, да, там же тоже специалисты. Почему, значит, нет решения. Нет, нет, а тут еще нет. А тут мы опять уходим, так сказать, все же, так сказать, а тут мы уходим на самом деле в историю. Вот тут мы начинаем ощущать правду матку. Вот кто откуда и пришел в историю, так сказать. Отсюда мы выйдем как раз, так сказать, и на Туманный Альбион, и на ЦРУ, и на все остальное, так сказать. Мы не будем уже, да. А времени нет, так сказать, да. Мы все проговорили тут. Смысл наш понятен, что что-то делается не так. Ну что-то делается не так. Мы назвали, что не так. То есть, Павел сказал, что информационное обеспечение... А на Заводной Украине мы, извините, когда немцы оккупировали, мы что начали творить, так сказать. Мы же вели там... Чистый был, ну этот самый, террор против... Против... Да, Сталин убивал, отстреливал... Сталинников немецких, так сказать, да. Да, вот Кох, это же был, собственно говоря, к арминику отношения не имел. Террор наши партизаны проводили, да? Да, да, да. И разведчики... Он был, этот, он был бизнесмен немецкий, так сказать, да. Во время войны мы его отцепили, они все... Этим занимались конкретно структурой судоплаты, он создавал террористической группой. Да, да, да. Поводилами даже... Почему? Непонятно. Все? Ладно, все. Спасибо всем. Спасибо.